Политика это всегда человек и неизбежная связь психологии и личности с ходом истории. В эфире программа «Смысловая разгрузка», где мы замечаем людей в контексте большой политики. Добро пожаловать в студию телеканала «Беларусь-4». Я Алена Диодина. Здравствуйте. Со мной, как всегда, Михаил Синицын, с которым мы вместе препарируем внутренний мир наших современников. Миш, привет. Привет, Ален. Удивительные дела происходят с рейтингом в США. Я имею в виду предвыборную кампанию. Если верить официальным данным, то с небольшим отрывом все-таки побеждает Камала Харрис. Однако Илон Маск по-другому считает. И, ссылаясь на соцопрос в сети Икс, публикует данные о том, что с явным преимуществом лидирует Трамп. Вот ты бы как объяснил сие расхождения? Я бы объяснил это так, что мне попадалась совершенно другая новость, где Дональд Трамп заявлял о том, что считает Илона Маска смышленым парнем. И в случае его возвращения в Белый дом, Трампа я имею в виду, он бы предложил Маску стать его советником. На что Илон в своей социальной сети ответил «Готов служить». Я бы объединил эти два фактора и два события. Знаешь, на самом деле у меня такие же мысли возникли. Потому как Илон Маск, он уже зарекомендовал себя как человек, который одним цветом из буквально трех или двух слов может повлиять на поведение общества и предопределить ход события. И на самом деле я думаю, что когда он публикует подобные данные соцопросов, он уже пытается повлиять на исход президентских выборов в США в пользу Трампа. Знаешь, я тебе скажу так, что он и сейчас действует таким же методом, как в принципе немного ранее, когда заигрывал с финансовым рынком, если быть точным с криптовалютами. Как дело было? Он прогнозировал рост цены криптовалюты, выставляя в Твиттере фоточку и подписывая тем, что ребята, все взлетит, все хорошо. И соответственно курс вырос. А потом в своей собственной манере он уронил этот самый курс. Методом Маска, я бы сказала. И пусть Трамп еще гонку не выиграл, но на мой взгляд Маск уже начинает ему прислуживать. По-своему. Ведь если присмотреться к тому, как он действует в соцсети, инструментарий его поведения в данном случае похожий. Он публикует мнения или ложные данные. Это производит на других впечатление и люди начинают за ним идти по инерции. Знаешь, складывается такое ощущение, что любое сообщение от Илона Маска действует как такая своеобразная программа, которая гласит о том, что Маск не просто доносит свое мнение, а вот делится информацией и люди следуют за ней. Это то, о чем ты сейчас и сказала. Если обратиться сейчас к президентской гонке в США, то такое ощущение, как будто Роберт Кеннеди-младший уходит из этой президентской гонки, тем самым высвобождая по нескольку процентов голосов из каждого региона. Ты знаешь, если все-таки оценивать вот эту ситуацию стратегически, то сейчас это наиболее подходящий момент для того, чтобы влиять на предпочтение избирателей в пользу Трампа, чтобы тот освободившийся процент, он наверняка ушел в его пользу. Получается, Маск сейчас действует как такой маркетолог. Он учел все риски, все, что происходит вокруг и, скажем так, презентует Трампа на таком своеобразном политическом рынке, тем самым показывая, что за него нужно голосовать. Ну, вполне может быть, что это не совпадение и такой хитрый стратегический расчет со стороны Илона Маска. Но для меня открытым остается вопрос, откуда Илон Маск взял этот рейтинг поддержки и почему нет дополнительных данных о выборке. Но если верить словам самого Илона, то это мнение пользователей социальной сети X. Для меня вот этих слов недостаточно. Для меня важно понимать, каким образом появлялись цифры. Ведь если все-таки посмотреть в перспективе, да, то даже по штатам результаты могли бы получиться очень разные. Ты имеешь в виду это условное разделение штатов на так называемые республиканские и демократические, верно? Да, ведь по сути с тем же успехом в демократических штатах мы могли бы получить явное преломление рейтингов в пользу Харрис. Однако бы это нельзя было считать объективной картиной в целом по всей стране. Это был бы лишь отдельный срез социального общества. Знаешь, порой мне настолько непонятно действие Маска, что я начинаю сомневаться в его адекватности. Однако потом ты смотришь, что он что-то напишет или скажет, и люди следуют за его мнением. И абсолютно никого не интересуют странности, которые происходят вокруг его фигуры. Ну вот смотри, когда сейчас он публикует рейтинги у себя в соцсети, он снова начинает играть на впечатлениях своей аудитории. И в данном случае все-таки действует как политический коммерсант. Ну и получается, опять мы вернулись к феномену Маска. Скажи, как бы ты объяснила его? Ну, тут название, на мой взгляд, за себя говорит. Ведь если копнуть, то вообще-то ты удивишься, насколько Илона Маска ты представлял себе по-другому. Возможно, я снова тебя удивлю. Однако все-таки слухи о его ключевых талантах, они приумножены неадекватно. Я бы его скорее злым гением называла, чем изобретателем. Ну и тем не менее, люди следуют за ним. Ведь если верить журналу Forbes, он один из богатейших людей нашей планеты. И я лично от себя отмечу, он один из немногих, кто одной картинкой или одним сообщением может влиять как на людей, так и на их мнение. Ну, потому как Маск, к примеру, из своей жизни наглядно демонстрирует людям путь восхождения человека к успеху. И на психологическом уровне, когда люди наблюдают за всем тем, чего он, ну, как бы добился, да, это стоит отметить, то кажется, что он наверняка понимает об этой жизни чуть больше, чем остальные. Ну, знаешь, противовес твоих слов я от себя добавлю, что порой он себя ведет, ну, скажем так, как чудак юродивый. То есть, если вот это вот его поведение у меня с образом изобретателя хоть как-то вяжется, то с образом финансиста вообще никак. Хотя он в первую очередь коммерсант, чьи компании заняты разработками. Мне, например, не попадалась информация о том, что у него есть образование программиста. Он говорит про искусственный интеллект, презентует электрокары и демонстрирует обществу то, что создавалось другими. Ну, разве что-либо из этих изобретений было создано лично Маском? Ну, знаешь, он подает информацию и презентует все так, как будто Тесла и SpaceX состоят сугубо из него одного. И тут начинает складываться впечатление, как будто и инновации все разработал только он один. В то время как вообще-то над воплощением этих идей работали тысячи разработчиков. А Маск, в свою очередь, лишь презентует продукт, но как раз как маркетолог и коммерсант. Но здесь стоит отметить, что после каждой такой презентации остается такое вот послевкусие космоса, знаешь, чего-то из области фантастики. Презентует. И стоит отметить, что не всегда удачно. Давай мы посмотрим на запись такой презентации. Для 9-ти миллиметровых пуль он буквально пуле непробиваемый. Настолько крепок. Это такая очень крепкая сталь холодного проката. И мы используем ту же сталь, как и в ракете Starship. Как ты понимаешь, тут Маск презентует пикап со сверхпрочным стеклом и покрытием. Ну а потом доступает этап испытаний. Все, что, говорит, на самом деле, говорит, ну да. Слишком сильно кинул. Говорит, ну насквозь не прошло. Попробуй со вторым. Говорит, не прошел. Не прошел насквозь. Неплохо. Говорит, нужно покрепче, может, сделать. Действительно, может, получше сделать надо. Или доработать. Зашутил момент, в общем. Ну, я так понимаю, там стекло разбиться не должно было. Ну, дизайн на машины, конечно, потрясный. И презентация организована впечатляюще. Однако, по факту, качество демонстрируемого продукта, оно изначально не соответствует тому, что заявлено. Насколько я помню, потом над этой ситуацией еще достаточно долго подшучивали. Я бы назвала это фиаско-пикапа наглядным пособием того, что из себя представляет и личность Илона Маска, когда с самопрезентацией все в порядке, а вот за предъявляемой внешней мишурой – несоответствие. Ну, а ты обратила внимание, что все равно Маск попытался перевести эту ситуацию в шутку? На самом деле, он зачастую прибегает к юмору для того, чтобы сгладить острые углы во время контакта с другими на публике, попрошу заметить. Потому как, когда выключаются камеры, то те люди, которые лично знакомы с Маском, отмечают, что он склонен вести себя жестче и, как правило, идет на открытый конфликт с окружением. Ты знаешь, если говорить про компанию SpaceX или ту же самую Tesla, которая разработала этот пикап, то они обе прочно ассоциируются с именем Маска. Но ведь так было не всегда. В 2004 году Илон был ключевым инвестором в компанию Tesla, что, в принципе, тогда помогло компании остаться на плаву. Но именно этот факт и стал, скажем так, катализатором к тому, что впоследствии начались скандалы, суды и увольнения. Знаешь, если смотреть на историю отношений Илона Маска со своими бизнес-партнерами, то, исходя из того, что они рассказывают, им зачастую было сложно договориться. Именно потому, что как раз-таки Илон Маск обострял эти острые углы во время контакта. Ну, знаешь, примерно такая же ситуация еще и с компанией, которая владела платежной системой PayPal. Ведь она тоже отчасти ассоциируется с Илоном. Но, опять же, так было не всегда. Он был соучредителем, сооснователем. А ключевыми игроками тогда были Петер Тиль и Макс Левчин, которые, собственно, и создали эту компанию. То есть, у истоков изобретения Маска стоял снова не Маск. Потому что к разработке проекта он подключился позже. И, насколько я помню, ключевыми темами для конфликтов стали, как будет называться проект, который на тот момент уже носил название PayPal, какую операционную систему использовать и появление мошенников в связи с платформой PayPal. Если продолжать эту тему, то стоит отметить, что по воспоминаниям Тиля и Левчина, Маск оказался крайне бескомпромиссным человеком. И вот возникает вопрос, а не связано ли это с синдромом Аспергера? Ведь на одном из открытых шоу Маск сам лично говорил о том, что страдает этим синдромом. Иногда после того, как я что-то говорю, я должен сказать, я имею в виду это, чтобы люди действительно знали, что я имею в виду. Потому как я не всегда говорю с интонацией не так много вариаций, как я говорю. Многие говорили мне, что из этого получается отличная комедия. Моё выступление сегодня действительно историческое, ведь я первый человек с синдромом Аспергера, который стал ведущим СНЛ. Или, по крайней мере, первый, кто в этом признался. Как думаешь, он применим в случае с Маском? Я думаю, что под симптоматику синдрома Аспергера можно легко подвести свой дурной характер. Ведь согласно особенностям синдрома, проблемы контакта с другими заключаются в отсутствии эмпатийности. Это означает трудности считывать чужие эмоции и проявлять свои. Послушайте, я знаю, что иногда говорю и пишу странные вещи, но так уж устроен мой мозг. Всем, кого я обидел, я хочу сказать следующее. Я переизобрел электромобили и отправляю людей на Марс. Вы думали, я буду спокойным и нормальным чуваком? Я не являюсь врачом, чтобы выставлять людям диагнозов. Просто допускаю, что в определенный момент очень удобно сослаться на диагноз. Я хочу обратить твое внимание на то, что признание Маска в том, что у него якобы есть синдром Аспергера, пришелся как раз на тот период, когда активно подавались иски в суд на Илона Маска за оскорбление в Твиттере. И сообщил он о синдроме Аспергера в сатирическом шоу, благодаря чему всегда можно сослаться на то, что признание себя аутистом публично было всего лишь шуткой. Однако уж обсуждая коммуникацию Маска, я бы все-таки еще погружалась в контекст взросления Илона. То, что я о нем знаю, это то, что он выходец из Южной Африки. Атмосфера взросления Маска – это очень значимый аспект для его коммуникации в дальнейшем. Семья Илона там почему оказалась? Насколько я помню, у его отца там бизнес, связанный с добычей и импортом изумрудов из Замбии. И по словам самого Маска-старшего, бизнес был не совсем легальный. А в изумрудных шахтах у нас кто трудился? Ну, стало быть, нужно понимать, что простые африканцы. Африканцы? Африканцы. 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 примеры из жизни тех, кто в разное время работал с маском. И в основном все сходятся в том, что он склонен поунижать, гневно взрываться и оскорблять сотрудников, воспринимая людей как своих рабов. А если мы на секундочку допустим, что люди просто обиделись на своего начальника за такое увольнение и таким образом решили отомстить ему? Это, конечно же, допустимо, однако очень похоже на ту модель поведения, которую Илон Маск замечал за папой Миш. Полагаешь, он перенял это у отца? Ну, потому как мальчик модель поведения от папы наследует. И если послушать, что вспоминает о нем мама Илона Маска, то он был крайне жесток не только в построении бизнеса, но и с самыми близкими. Послушай. Да, я помню, как он ударил меня впервые. Это был первый день медового месяца. Он тогда сказал мне принести сумки, распаковать их и приготовить поесть. Я спросила, не поможет ли он мне. А он ударил меня и сказал, вот твое место. Так все теперь будет происходить. Делай, как я сказал. Я вернулась после медового месяца, беременная и в ссадинах. И в том же интервью она вспоминает эпизод, когда в пятилетнем возрасте Илон Маск защищал ее, когда отец пытался избить в очередной раз. Но однако они все равно развелись по итогу. И Маск изъявлял желание остаться со своим отцом и переехать к нему. И от отца своего Маск получает на день рождения компьютер, что в принципе и становится началом становления его как такого техногения, я бы сказал. Компьютер в подарок это не аналог отцовской любви Миша. Все-таки в детстве ребенку важен эмоциональный контакт с родителем, через который он учится отношению к миру, отношению к другим людям. И вот как раз таки если посмотреть на то, каким был отец, то я думаю, что в этот момент личность Илона Маска по отношению к миру поломалась. И о том, как на самом деле воспринимал Илон Маск свою жизнь с отцом, мы можем проследить в том, как он теперь рассказывает о том периоде. Он был настолько ужасным человеком, вы не представляете. Почти каждое преступление, о котором вы только можете подумать, он совершил. Почти любое зло, о котором вы можете подумать, он сделал, говорит Илон Маск об отце. Знаешь, если честно, то звучит довольно жутковато. Однако теперь хотя бы вот эту природу жесткости Илона к миру хоть как-то можно объяснить? Это можно объяснить. С одной стороны, его поведение становится объяснимым, но в то же время оно не становится при этом приемлемым в исполнении Маска. Ну тут я с тобой соглашусь. Однако, если смотреть с точки зрения последствий для мира, то тут абсолютно без разницы, кто твой отец. Потому что вот это влияние и действия деструктивные от людей, они все имеют одинаковый исход. Когда человек причиняет боль другим людям или несет в мир разрушение, то едва ли возникает желание оправдать его тем, что его в детстве били или отношения с отцом не сложились. Да, если верить в воспоминаниям Маска, то его действительно били в школе во время конфликтов. И одна из таких историй закончилась для него переломом носа и последующей операцией. Когда я смотрю на истории жизни таких влиятельных личностей, каким является Илон Маск, то все-таки склонна оценивать их с точки зрения влияния на общественность и политику, как на события в перспективе, в долгосрочной я имею в виду, так и на актуальные. И вот со стороны Илона Маска я совершенно не жду хорошего. Мне становится просто понятнее, далеко ли способен зайти человек. Если судить о том, как Маск вспоминает о своем отце и как общается с людьми, да и с миром в целом вне объектива камер, то складывается ощущение, что он не перенял от отца способности к уважению и какой-либо навык эмпатии к людям. Тогда возникает вопрос, а откуда у него появилось такое желание остаться с отцом, переехать к нему? Ведь, насколько я помню, он прожил с ним до своих 18 лет. Так, но я полагаю, что это мог быть хитрый расчет со стороны Маска. Расчет? В 10 лет? А почему бы и нет? Рядом с отцом открывались возможности. Он мог подарить сыну компьютер, отправиться на курсы по его изучению. С папой можно было попутешествовать. То есть рядом с ним открывалось столько возможностей, что, возможно, Маск сделал выбор потерпеть и отца-тирана рядом с собой. Ну, ради вот этих вторичных выгод. Да, именно в такой формулировке это звучит логично. Но скажи, как ты думаешь, а могла ли эта модель поведения закрепиться за Маском? Ты имеешь в виду, способен ли на данный момент Илон Маск ввязаться в нечистоплотную игру ради выгоды? Да, именно это я имею в виду. Потому как разработки Тесла и SpaceX, они ведь могут использоваться для войн. Хотя тут все-таки важен контекст, скорее мотив. То есть как это использовать? Для защиты? Либо все-таки для того, чтобы напасть на кого-то? Знаешь, когда я изучала, на каких трех китах стоят компании, что возглавляет Илон Маск, для меня стало настоящим откровением – это состав инвесторов. Во-первых, потому что Илон Маск преподносит все так, что как будто бы лично он вложился финансово во все разработки. Это далеко не так, потому как именно деньги инвесторов не раз спасали эти компании от краха. Ну, бизнесы от краха. Да, стоит отдать должное Маску, что он находил этих самых инвесторов. Однако слухи о том, что SpaceX и Tesla развивались только за счет денег Маска, сильно преувеличены. Преувеличены самим Маском, прошу заметить. Ну, а вторым откровением для меня стало то, что одним из наиболее крупных инвесторов является, как думаешь, кто? Ну, тут сразу на ум приходит факт из прошлого, когда в 2008 году Маск умудрился выбить госфинансирование для своих компаний. И именно этот факт помог ему удержаться на плаву. Скорее всего, все эти разработки финансируются государством. Разработки в компаниях Маска финансирует Пентагон. А теперь, посуди логически, зачем Министерству обороны Соединенных Штатов Америки вкладывать баснословные деньги в разработки компаний SpaceX и Tesla? Разве что для того, если Пентагон хорошо представляет, как и зачем их потом можно использовать. Формулировка «если» уже устарела. Ключевой разработкой компании SpaceX является система спутников Starlink. Тебя не слышать не приходилось? Ну, только то, что она представляет собой спутниковый интернет высокоскоростной, который на данный момент очень широко используется на войне в Украине. Ну, вот тебе и ответ, на какие недетские игры способен Маск. И все-таки я хочу обратить твое внимание на то, что в июне этого года Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX на использование системы Starlink в Украине еще на полгода. Его общая стоимость лишь на тот период составила более 14 миллионов долларов США. Об этом сообщила пресс-секретарь командования космических систем США, издательство Bloomberg. А ты говоришь «чудак, юродивый». Вот тебе и чудак. С учетом того, что высокоскоростной интернет на войне используется не для того, чтобы фильм скачать, а более точно наносить удар по армии своего противника, то тут я с тобой соглашусь. Не такой уж и безобидный чудак этот Илон Маск. Но я все-таки думаю, что его чудачество – это часть необходимого образа, что мешал бы размышлять о том, чем на самом деле занимаются компании под предводительством Маска и в какие игры на самом деле играет сам Илон. Если подвести лично для меня черту в нашем с тобой разговоре, то он такой отрицательный герой скорее. И этот герой окружает себя только теми, с кем выгодно, хоть и пытается демонстрировать, что он простой и бесхитростный, хотя поистине это не так совсем. И сегодня на примере обсуждаемых нами с тобой историй, я надеюсь, мы это увидели. Это была программа «Смысловая разгрузка». Мы, Алена Диодина и Михаил Синицын, продолжим препарировать внутренний мир современной политики. Не прощаюсь. До скорого.